Рады приветствовать вас на презентации новой программы онлайн-обучения Школы Моделей Лид Старс. Меня зовут Наталья Дрель, я являюсь директором Школы Моделей с 1998 года. Вместе со мной прямой эфир ведет Наталья Кузьменко, менеджер Школы Моделей. Передаю Наталье слово. Здравствуйте, очень рада, что вы нашли время, выделили сегодня с нами в прямом эфире. И надеемся, что уже на этой неделе мы увидим вас в числе наших учеников. Немножечко расскажу о Школе Моделей Лид Старс, нашу историю. Мы первая и единственная школа моделей, добившаяся высоких результатов в развитии международной карьеры наших выпускников. Уже более 20 лет наша Школа Моделей занимается подготовкой к поискам новых лиц совместно с модельным агентством Лид Старс. Вместе мы являемся крупнейшим звеном в сети российских агентств Лид Старс Модел Менеджмент. Это дает огромную возможность выпускникам нашей школы реализовать себя не только на местном российском рынке, но и уверенно покорять международный уровень. Сотни международных модельных контрактов подписываются ежегодно. Столицы мира моды покорены нашими выпускниками, и в их числе такие, как Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио, соответственно, Америка, Европа, Азия. Давно наши выпускники уже лидируют, открывают недели моды, открывают именитые бренды с их лицами, и что очень сильно, можно сказать, характеризует нашу школу. Мы не просто Школа Моделей, мы Школа Моделей, которая готовит для работы в нашем агентстве. А агентство является, еще раз повторю, крупнейшей сетью агентств по России. И Школа Моделей, в частности, находится в городе Новосибирск. Отсюда мы с вами будем вести трансляции и делиться всеми нашими знаниями. Для любителей конкурсов красоты у нас, кстати, тоже есть хорошая новость. Модельное агентство Elite Stars является региональным представителем конкурсов Мисс Россия и организатором отборочного тура. Даже если вы находитесь не в Новосибирске, мы можем вас представлять. И именно такая история произошла с одной из наших учениц в 2013 году Эльмира Абдразакова, которая поступила к нам на занятие в Школу Моделей, приехав в Новосибирск для поступления на первый курс института СГУПС из города Междуреченск. Она не успела закончить обучение в связи с тем, что выиграла конкурс красоты Мисс Россия. Она во время обучения приняла участие в кастингах и в дальнейшем ее пригласили на этот проект. Выпускной ее группы должен был состояться 8 марта, а 2 марта она уже стала Мисс Россия. Да, такое бывает, так как еще во время обучения, даже без исключения даже и онлайн обучения, вам будут доступны кастинги, а также развитие, конечно, модельной карьеры, особенно международной. История сама по себе, Эльмира, конечно, замечательная. Она очень сильно вдохновляет. И мы, можно сказать, рады видеть наших выпускников на таких проектах, как Мисс Мира и Мисс Вселенная. Но вы скажете, зачем вам столько информации про международную карьеру, подиумы Парижа, конкурсы красоты? Ведь большинство, по нашей статистике, учеников приходят к нам заниматься для себя. И действительно, 80% по нашим опросам ученики приходят просто попробовать себя в этом бизнесе, сделать какие-то неуверенные шаги и в дальнейшем даже не планируют кастинги. Но как только проходит немножко времени, буквально месяц-два занятий, вся статистика полностью меняется. меняется в каком направлении? Хочется сразу реализовать свои знания. Особенно для тех, кто принимает участие в параллели, вместе с обучением, уже в каких-либо кастингах, либо проектах участия. Все это вдохновляет, и статистика полностью меняется. 80% наших выпускников желают стать нашими моделями, переходят в агентство уже под натальянным контролем, соответственно, и приступают к модельной работе. Так что если вы вдруг пришли для себя или где-то еще не уверены в своих модельных данных, или просто пришли для того, чтобы найти себе друзей по всему нашему огромной необъятной родине, так как у нас совершенно из разных городов будут проходить обучение в этой группе онлайн, вполне возможно, именно вы через годик уже будете где-нибудь либо представлять нашу Россию на конкурсах красоты, либо уже работать по международным контрактам. Все действительно очень сильно меняется. Итак, настало время перейти к программе обучения. Наша программа включает в себя 8 предметов, и начну с основных предметов, таких как дефиле. Дефиле, ну, я думаю, вы знаете, это модельная походка, но научиться красиво ходить так же сложно, как научиться красиво танцевать. Поэтому большая часть занятий у нас включает в себя практику, именно интенсивную практику, позволяющую выучить не только дефиле, но даже и подиумный шаг, уже уверенно чувствовать себя на неделях высокой моды. Практические занятия раскроют перед вами все эти секреты, и вы будете себя чувствовать уверенно на каблуках. Кстати, насчет обуви. Для девушки. Я сейчас посмотрю в чате. Напишите, пожалуйста, есть ли у нас парни, парни, парни. Так. Ну, я смотрю, что сейчас на данный момент мальчиков нет, но вообще так. Пишут, Аделина пишет, что что-то тормозит интернет. Аделина, пожалуйста, перегрузите ссылку, нажмите еще раз обновите. Вполне возможно, это уже проблемы идут с вашей стороны. Обновите ссылку, и все должно стать нормой. И нам обязательно напишите, что все хорошо. И, пожалуйста, напишите, есть ли у нас кто-нибудь мальчики. Может быть, есть мама мальчиков, кто приступает обучение у нас в онлайн-школе. Так, подождем. Наталья, вы видите, да, здесь сообщение? Отлично. Так, а я пока хочу рассказать, что необходимо будет приготовить на занятия. На первое пробное занятие, которое у вас уже состоится на этой неделе, в воскресенье, ничего особенно готовить не надо. Но в дальнейшем, если вы попробуете и примете решение, что вы будете с нами, будете заниматься и в дальнейшем развивать модельную карьеру, вам понадобятся туфли для девочек, модельная обувь. И я дам сейчас несколько рекомендаций. Так, что у нас? Мальчики есть? Пока мальчики не отозвались. Вот. У вас на экране сейчас презентация классические модельные туфли. Обувь для дефиле должна быть в первую очередь удобная. Каблук устойчивый. Колодка точно по вашей ноге, ни больше, ни меньше. Не отдавайте предпочтение красоте обуви, а дайте предпочтение удобству. Высота каблука напрямую зависит от вашего роста и размера обуви. Чем выше рост, тем более высокий каблук вы можете себе позволить. Как раз на второй презентации вы видите каблучок более устойчивый. Переходим к следующей презентации. Посмотрите, туфли на платформе и на танкетке не подходят для дефиле. Также откажитесь от выреза в центральной части лодочки. Избегайте ремешков вокруг щиколотки, как на картинке в серединке. Так, сейчас я попрошу, да, вот переключить следующий слайд. И посмотрите, пожалуйста. Слева первая картинка. Это туфли с вырезом в центральной части лодочки. Такие туфельки не подходят для дефиле. Также будут не очень правильным выбор, если остановитесь на обуви с хлястиками вокруг щиколотки. Обязательно выбирайте туфельки с закрытой пяткой и закрытым носком. Последний вариант – открытая пятка, босоножки нам точно не подойдут. Кстати, все рекомендации о выборе модельной обуви вы найдете на нашем сайте. Там очень огромная презентация, где подробно рассказано, на какую обувь стоит обращать внимание, а какую лучше избегать. И если... Я попрошу сейчас кинуть ссылку на презентацию при выборе модельной обуви. А также, если вдруг вам понадобятся личные наши рекомендации, то в левом нижнем углу на нашем сайте есть зеленая кнопочка WhatsApp, которая находится с нами практически круглосуточно. Вы можете всегда сфотографировать вашу обувь, выслать нам. Мы всегда готовы вам все рассказать и посоветовать. Плюс, если вы идете в магазин, пройдитесь в этой обуви, попробуйте, насколько она комфортная, удобная, не жмет. И любые сомнения, сразу делайте снимок, видеопроходки и отсылайте нам. Также девочкам для занятий потребуется маечка черненькая. Так, перейдем к следующей презентации. К следующей презентации, да, вот как раз посмотрите на экране сейчас ученики наши в майке, в черной майке, примерно так же, как у Натальи, с надписью «Лид Старс», снова подойдет любая черная, обтягивающая футболка по фигуре, плюс черные лосины, которые тоже подчеркивают вашу фигуру. Если волосы длинные, волосы убираете в хвост либо в шишку, и, в принципе, вы готовы для занятий. На первые занятия, еще раз повторю, вы можете подготовиться и даже подойдет обувь на сплошное подошве, если нет еще пока в гардеробе высокого каблучка, либо вы еще не посещали магазин. И также любая трикотажная одежда, в которой вам удобно двигаться. В дальнейшем все-таки отдайте предпочтение черному цвету. Педагог так лучше вас будет видеть через монитор. Так, следующий предмет, о котором я хотела бы рассказать, это фотопозирование. Это предмет, который позволит вам научиться позировать правильно и уверенно себя чувствовать перед камерой. А знаете, какая самая главная ошибка во время обучения фотопозированию? Самая главная ошибка – это учиться у тех, кто сам совершает ошибки и не владеет ни теорией, ни практикой. Дело в том, что сейчас мы регулярно сталкиваемся с горе-педагогами, которые, не имея ни модельного опыта, ни четкого понимания нужного результата, пытаются позиционировать себя в роли эксперта на наших онлайн-просторах. Много мастер-классов онлайн, много каких-то рекомендаций, TikTok, Instagram, YouTube. Мы смотрим и ужасаемся, насколько неправильно подается информация. Для того, чтобы научиться позировать, просто копировать чужие позировки, просто копировать позировки из журнала, пытаться повторить все, что советуют вот эти вот горе-педагоги. не совсем безопасно для модели, так скажем. Во-первых, это вызовет не только вы научитесь позировкам, подходящим не для вашей фигуры, не для ваших ракурсов. Вы не будете знать свои удачные ракурсы. Вы не будете понимать, что именно подходит для вашей фигуры, во-первых. А во-вторых, может вызвать просто комплексы, что у вас это не получается. И еще хуже. К нам приходят на занятия, и нам приходится переучивать после таких горя-педагогов. Поэтому сейчас забудьте, если вы где-то посещали такие мастер-классы, выбросьте это из головы. Для того, чтобы вы уверенно себя чувствовали перед камерой, мы включили целый курс занятий, о которых я сейчас чуть попозже вам расскажу. Как мы объединили предметы для того, чтобы получить нужный результат. Так. Вот еще такой момент. Мы включили в программу обучения тщательную подготовку к работе с фотографами. Еще помимо вот этого всего фотопозирования, в эту программу будет входить обучение по работе с фотографами. Это немаловажный пункт. Еще есть обратная сторона медали, когда фотографы не умеют работать с моделью. Новички, без опыта, только что после фотошколы. И модели, и вот эта вот термоядерная смесь, модель, не умеющая работать с фотографом, фотограф, не умеющий работать с моделью, может отрубить вообще все любые желания как-то в дальнейшем себя в моделинге реализовать у новичка. Поэтому мы включили именно тщательную подготовку к работе с фотографом. А также мы будем полностью контролировать съемку ваших модельных тестов. Все это пройдет под нашим четким руководством вплоть до выбора фотографа. В этом плане у нас очень хороший опыт, и модельные тесты нам необходимы. Ведь помимо обычных модельных навыков необходимы как раз вот эти правильные модельные тесты, подчеркивающие весь вас, еще раз повторю, модельный потенциал. Без этих фотографий получить модельную работу невозможно. И именно еще раз акцентирую, от этого зависит ваша будущая работа. Хотя, может быть, сейчас вы еще не готовы к модельной работе, но поверьте, пройдя буквально месяц занятий, у вас появится вдохновение себя реализовать. И я хотела бы акцентировать тот момент, что такое правильные и неправильные модельные тесты. Модели необходимо четкое понимание, какие фотографии должны быть у нее в буке. Надеяться, что фотограф, любой фотограф, какой-то знакомый фотограф, фотограф, который хорошо снимает свадьбу или еще что-нибудь, снимет то, что вам нужно, не стоит. Фотографы, кстати, являются вот в этом во всем слабым звеном в создании модельных тестов. Огромное количество фотошкол, огромное количество выпускников, которые купили фотоаппарат и взяли в руки и начинают снимать модельные тесты. Но по-настоящему это единицы, которые имеют дар видения модели, чтобы это была не просто красивая картинка, а была девушка либо юноша и на снимки с именно модельными данными. Еще раз подчеркну, именно вот с модельными данными. Не просто красивый снимок для семейного альбома, а тот, который создаст модельную карьеру. Так, и я хотела бы рассказать вам историю про одну из наших выпускниц Ольгу Жукову, сейчас популярную модель, проживающую и работающую в Лос-Анджелесе. Именно на ее примере вместе с вами обратить внимание на тот момент, что такое плохие и хорошие модельные тесты. Более 10 лет назад мы заметили, что в подростковой школе моделей занимается перспективный ребенок, так скажем, девочка, которой на тот момент было 12 лет. И еще раз расскажу тот момент, что Ольга сейчас популярная, известная модель. Прошло уже более 10 лет. Она работает с нами по модельным контрактам, живет и также учится в Лос-Анджелесе. Но 10 лет назад, когда мы заметили Ольгу в нашей школе моделей, понадобились фотографии. Мы бросились по разным студиям и школам фотографов в надежде, что какой-нибудь талантливый фотограф сможет снять то, что нам необходимо. И вот я сейчас попрошу вывести на экран, что из этого получилось. Это самые лучшие снимки на тот момент. Ни один из них не подчеркнул модельные данные нашей Ольги. Глядя на эти фотографии, вы скажете, что это обычный подросток и таких много в любой школе. Большинство фотографов до сих пор так снимают, только добавилось больше фотошопа, каких-то модных фильтров. И даже фотографы пытаются сделать пластику, которая недопустима для модельных тестов. В тот момент мы познакомились и договорились с Еленой Турцевой. Это известный фотограф, который специализируется на съемке модельных тестов, что она поработает с Ольгой. И вот сравните результаты. Вот что вы думаете? Посмотрите на экран. Этим тестам более 10 лет. И я, как сейчас, помню, что во вторник Елена отдала нам фотографии Ольги, а уже в среду пришел контракт с известным модельным агентством Лондона Next. И все это благодаря Елене. Если бы не эти фотографии, Ольга бы не стала моделью такого уровня. И вот я хочу попросить показать обложку, моя любимая обложка журнала «Мэри Клэр». Извините. Моя любимая обложка журнала «Мэри Клэр». Она была снята в 2011 году в Малайзии. И на ней как раз Ольга. Ольга знает, что эту историю я рассказываю практически на каждой встрече с нашими будущими учениками. И довольно-таки часто ставит эту фотографию аватаркой себе в социальной сети. Действительно, эта обложка, это для нас был знак, что все успех достигнут. Ольга – модель. У Ольги начинается действительно европейская, американская модельная карьера. Мы до сих пор работаем с Еленой Турцевой. И кто из наших учеников недалеко проживает от Новосибирска, либо имеет возможность сюда приехать, мы организуем съемку вместе с этим фотографом. Вот у вас, кстати, на экране сейчас Ольга в Лос-Анджелесе, тоже опять-таки в нашей фирменной майке. Много таких маечек по всему миру путешествуют, по модельным контрактам вместе с нашими моделями. И мы всегда очень рады получить себе вот такой замечательный снимок от наших девчонок. Ну и мальчишек. Следующий предмет – актерское мастерство. Так, на экране. Вижу, презентация перелеснулась. Программа включает в себя работу с пластической выразительностью. Вот как раз тот предмет, актерское мастерство – это тот предмет, который позволит вам добиться нужной эмоциональной наполненности в кадре. И вы уже с первого дня начнете практиковаться на работу с упражнениями на эмоции. Без актерского мастерства научиться позировать, научиться уверенно себя чувствовать на съемочной площадке невозможно. Мы разберем инструменты раскрепощения, разберем по полочкам основы расслабленного позирования, поговорим, откуда появляется зажатость и эмоциональная скованность. И со всеми нашими занятиями вы в ближайшее же время сможете определить свои слабые и сильные стороны, а также поработать над ними. Для этих занятий тоже ничего особенного готовить не нужно. Любая трикотажная удобная одежда, в которой вы будете находиться перед зеркалом и перед видеокамерой, вам подойдет. Так, следующий предмет – макияж. Мы включили в программу не только нужное из области моделинга для модели. Мы включили разбор модельной косметички. Мы включили разбор технических средств для макияжа, опять-таки, для модели. Мы включили то, что необходимо для фотографа. А именно макияж для фотосессии, макияж для кастинга. Вы разберете образы, которые необходимо составлять для съемок модельных тестов, портфолио. Так скажем, у вас будет не только макияж для модели. Мы расширяем эти границы, мы вам даем больше информации. Вы будете в курсе, как себя подготовить для фотосессии. И уже для второго занятия вам потребуется косметичка. Немножко... Наталья, передам слово. Для первого занятия, когда я тебе расписываю, чтобы десереть макияж, не нужно бояться, бегать, бежать в магазин, и накупать сразу всю косметику, сметать с прилавок в магазине, педагог вам подробно расскажет, какая косметика необходима будет, какие продукты купить, какие кисти, какой тональный кремль, как его правильно подобрать. Поэтому для первого занятия вам достаточно будет иметь при себе блокнот и ручку, помечать всю важную информацию. А затем уже к следующему занятию, куда вы приобретете косметику, соберете минимально такой необходимый как раз-таки набор, вы уже будете пробовать пользоваться этой косметикой и учиться различным схемам макияжа. Следующий предмет – стилистика, где вы разберете не только базовый гардероб, горизонтальные, вертикальные линии, коррекции фигур с помощью одежды, подбор одежды для кастингов, но и также создадите несколько образов под руководством стилиста Евгения Коломацкого для вашего будущего портфолио. Можно сказать, это самые, наверное, творческие занятия, где вы сможете совместить свой тонкий вкус и весь ваш творческий подход для создания этих образов. В результате вы получите довольно-таки большое количество идей для фотосессии. Следующий предмет – видеотренинг. Этот предмет раскроет перед вами правила работы перед видеокамерой. Сейчас меня поймут те, кто оказывался перед видеокамерой с необходимостью дать интервью. И первый вопрос при появлении камеры перед человеком – это куда смотреть. Оказывается, смотреть в объектив очень сложно, а модели нужно еще сыграть роль. Например, роль домохозяйки, которая замечательно готовит блюда из определенного майонеза, и нужно сыграть таким образом, чтобы этот майонез стал популярен, и его очень хорошо покупали. Для этого необходимо как раз занятие по видеотренингу. Наша цель – научить вас не только себя чувствовать естественно в кадре, но и полюбить себя на съемочной площадке, чтобы вы в дальнейшем хотели на ней оказаться еще и еще. И следующая наша часть программы посвящена испытанию себя, а именно работе над самооценкой и уверенностью. Кстати, вы знаете, какие факторы определяют поведение модели на съемочной площадке? Как думаете? Это уверенность в себе, самооценка и, конечно, комплексы. Последнее может просто-напросто все испортить. На занятиях вас ждет пошаговая инструкция на пути к уверенности в себе. Вы узнаете, как не раствориться в толпе моделей и как не потеряться из-за низкой самооценки, перестать переживать по поводу своей внешности. Дело в том, что женская природа такова, какой бы вы прекрасно ни родились, волнение по поводу своей внешности, прекрасный пол преследует всю жизнь. Сомнения, комплексы, низкая самооценка – все это останется у вас за бортом после наших занятий, и вы достигнете результата хорошего позирования на съемочной площадке. Кстати, у вас на презентации, можно посмотреть, что сейчас, да, у вас на презентации сейчас размещена фотография Алиси Романенко. Уже узнает, пишет. Да, да, да. Эта девушка сумела построить карьеру модели. Это наша ученица, выпускница модели, с которой мы до сих пор сотрудничаем. Уж тоже более 10 лет. Это, кстати, хороший показатель, что модели работают с нами очень долго. И она смогла построить международную модельную карьеру с ростом 169 сантиметров. Ой, 167 даже. Это сейчас она 169. Благодаря своей самооценке успех Алиси начался с интересной истории. Находясь во второй своей модельной поездке в Токио, Алиси узнала, что проходит кастинг на обложку журнала Vogue. Алиси на тот момент новичок, в которого букер не верил, а такое часто бывает, и вы об этом будете разбирать эти ситуации на занятиях по моделингу, чтобы модель продвинулась в нее, должен верить тот человек, который занимается ее продвижением. Так вот она столкнулась как раз со стандартной ситуацией, когда букер, увидев новичка, который находится с маленьким буком, хоть и в столице Токио, столице моды Азии, он постеснялся ее отсылать на кастинг. Он просто подумал, что это пустая трата времени и даже ее не пригласил. Но когда она в буквальном смысле слова притащила его на кастинг, она увидела там множество топовых моделей. Алиси была удивлена, что просто гигантское количество моделей с толстенными, тяжеленными буками, и при этом их выражение лица не показывало, что они хотят получить вообще эту обложку. А обложка для модели, особенно работающая на каком-то локальном рынке, играет огромное значение. Если обложку модель получает, после выхода и публикации журнала, через месяц модель становится популярной, потому что с ней поработал известный фотограф, ее обложка, ее фотография украшает обложку какого-нибудь именитого глянца, и все дизайнеры, фотографы, соответственно, обращают на это внимание, и она становится популярной на этом локальном рынке, вот в частности в Токио, и становится востребована, и таким образом маленькими шажками она идет к своему успеху. Так вот, Алиси увидела на лицах топовых моделей такое выражение, что «Почему меня побеспокоили? Я ведь уже суперзвезда, тут много таких, как я, меня надо выбирать и без кастинга, зачем меня сюда притащили?» И Олеся в буквальном смысле протащила через всю эту очередь Букера за собой, он сопротивлялся до последнего, она так раз и смешно рассказывает вообще эту историю, и каково же было удивление Букера, когда ему на следующий день сообщили, что именно Олеся взяла эту обложку, это просто фантастика. Вот эта уверенность в себе дала Олесе огромный толчок. Этот предмет у нас давно находится в программе, и без этого предмета мы видим, насколько девчонкам и мальчишкам сложновато стартовать в модельном бизнесе. Сам по себе модельный бизнес уникален тем, что надо уметь подать себя, и все-таки, если даже уверенности не хватает, где-то должна быть внутренняя инструкция, как поступать в ту или иную ситуацию. Следующий предмет, тоже немаловажный, это питание модели. Как похудеть? Этот вопрос занимает первое место во всех поисковиках, и миллионы девушек ищут ту самую волшебную диету, которая позволит им создать ту самую модельную фигуру и сотворить чудо. Так вот, самым распространенным и неправильным способом похудения является обычный отказ от еды. Именно ошибки в питании и эксперименты с диетами приводят к увеличению массы тела. Поэтому в программу нашего обучения мы включили предмет правильное питание, где педагог поделится с вами всеми секретами. Причем этот предмет вы можете посещать и со своей группой, и даже после окончания школы модели, потому что информация наполняется. Вы всегда можете зайти спустя, там даже год после того, как прошли у нас обучение, и если потребуется коррекция в питании, зайти на эти занятия, онлайн-занятия, и также еще раз все прослушать, узнать, какие есть новинки, какие, в общем-то, хотя там велосипед уже давно изобрели, но все-таки где-то посоветоваться с нашим педагогом для того, чтобы с учетом, чтобы повзрослели или, например, уже улетели в ту или иную страну, скорректировать свое питание. Еще один интересный предмет – это моделинг. Это теоретическая часть модельного бизнеса, и успех модели зависит от серьезного отношения к работе, организованности, и самое главное – это знание специфики построения модельной карьеры. Есть такой момент – в России огромнейшее количество модельных агентств, и большинство из них не знают вот этой тонкой специфики построения модельной карьеры. Большинство из них живут каким-то самобытным таким строем, напоминающим больше, я не знаю, период динозавров в построении модельной карьеры. Они не понимают, какие должны быть модельные параметры, какой должен быть бук, если модель собирается покорять Азию, или какой должен быть модельный бук, если модель собирается покорять Европу. Мы даже больше дезинформации, если на Тинеппе написали, что смотрят какие-то видеоролики, модели, которые имеют какой-то негативный опыт в работе, которые столкнулись с недобросовестным букером, агентом, и эту информацию транслируют через экран, вы впитываете, и у вас вообще просто полная дезинформация, что, как происходит, как строятся кастинги, как выбирать модели, какие модели работают на том, либо ином рынке. Мы как раз на занятии по моделингу все подробно, пошагово рассказываем, показываем наглядно. Да, и тут как раз тоже есть те горе-педагоги или горе-модели, у которых много свободного времени из-за того, что у них не построила правильно модельная карьера, писать много негатива, и вот как раз на этом предмете мы разберем все по полочкам. Если присоединятся ваши родители, готовые поддержать вас в модельной, построили модельной карьеры, мы будем только рады, потому что в дальнейшем, когда вы заканчиваете обучение, и модельная карьера ваша расписывается по полочкам, идет беседа, знакомство с модельным агентством не только вас, но и ваших родителей, потому что именно им отпускать вас на кастинги, провожать на конкурсы красоты или собирать чемодан в тот же самый город Париж. Так что, если есть возможность, уже подключайте, рассказывайте, делитесь информацией, которую вы получаете на моделинге. Да, как раз тут вы все узнаете. Так, 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 так. Кстати, вот, да, тут я смотрю, есть еще тот момент, что помимо таких модельных занятий, мы также с вами на занятиях обсудим социальные сети для моделей, TikTok и Instagram, почему они популярны для моделей, и как они помогают в продвижении. Тоже часто бывает вопрос, а будем ли мы это делать? Будем. Свои первые обложки вы получите после прохождения полного курса, а именно дипломы в стиле обложки глянцевого журнала. Посмотрите, какие замечательные сюрпризы мы готовим для наших выпускников и онлайн, и офлайн. Мы при окончании полного курса печатаем обложки с вашими фотографиями, так как жаждем действительно скорее увидеть вас на обложке глянцевого журнала. После окончания наших курсов ваши фотографии будут размещены на нашем модельном сайте, и вы получите надежную поддержку от агентства по строению модельной карьеры. В этом очень огромное наше преимущество. Мы отличаемся от обычных школ моделей тем, что мы не учим в некуда. У нас очень сильное, мощное агентство, и школа находится именно при нем, где вы можете развить и международную карьеру, и конкурсную, попробовать карьеру. Тут не скажешь, что развить, потому что конкурсов красоты не так много, популярных, именитых, и тем, которым стоит доверять. Плюс, конечно, работа у себя в своем городе, работа в России, либо работа в Москве. Так, хочу познакомить вас с командой Elite Stars. Сказать, что каждый день мы посвящаем раскрытию потенциала начинающей модели. Да, вот как раз сейчас у вас на экране. Наталья. Все в той же футболке, да? Бессменной. Мария. Это ваш основной педагог в красном платье. И Оксана. Оксана, помашите ручкой. Да, так, видно Оксану. Тоже, да. Оксана нам сегодня помогает, как технический специалист. Этих три человека будут сопровождать вас в ходе обучения. Они будут вашими кураторами, педагогами. Вообще, педагогический состав у нас очень большой. Это и стилистика, и визаж Евгения Коломански. Это Людмила Никитина, актерское мастерство. Множество педагогов, с которыми вы познакомитесь. Но вот основные люди, которые будут все время вместе с вами, к которым вы можете обратиться, это Наталья, Мария, Оксана. В WhatsApp можете так и писать. Здравствуйте, Наталья, Мария, Оксана. Их называют у нас, если честно, ангелы Elite Stars. Действительно заботятся о том, чтобы вы плавно, комфортно перешли в агентство, и вам понравилось обучение. Итак, подробнее об обучении. Наш курс состоит из двух частей. Мы специально разделили обучение для того, чтобы вы... Мы его сделали очень легким. Мы сделали его всего лишь один час в неделю для того, чтобы даже самые-самые занятые красотки могли себе позволить заниматься. Пусть у вас на занятие уйдет не один месяц, не одну неделю, а полгода, но вы эти полгода будете расти вместе с нами. Мы будем с вами знакомиться ближе. У нас выработается, конечно, колоссальное доверие. Друг к другу вы подробно узнаете о нас. Ваши родители с нами познакомятся. И как раз это все позволит нам вместе начать работать совместно. Так вот, наша программа состоит из двух частей. Вы можете пройти только одну часть или пройти всю программу. Все зависит от вашего выбора. Первая часть курса сфокусирована на приобретении основных навыков, необходимых для работы моделью. И включает насыщенную практику под фили и фотопозирование. Можно сказать, основа сюда еще входит актерское мастерство, визаж, стилистика. А вот вторая часть – это продолжение обучения и уже работа над созданием модельных тестов, моделинг, подготовка к модельной работе. Все занятия будут проходить с преподавателем в живом формате с использованием сервиса Zoom. Сейчас мы вас не видим, но Zoom позволяет общаться педагогу благодаря монитору, на котором он видит всю свою группу. Группы, кстати, у нас маленькие. Группы до 10 человек максимум. Это 8 человек, 9 человек до 10. Но на пробных занятиях, конечно, может быть больше. Но до 10 человек для того, чтобы педагог мог в течение занятия полностью побеседовать с вами. Задача педагога – не просто предоставить информацию в прямом эфире, а следить за вашими успехами, давать советы, поддерживать обратную связь и, опять-таки, добиваться вместе с вами результата. Уже с первого занятия вы начнете получать домашние задания, на выполнение которых вам будет даваться неделя. И готовую работу вы сможете направлять педагогу. Вот знакомьтесь как раз еще раз. Вот фотография Марии. На экране у вас Мария Парина, наш основной педагог. Сразу скажу, что Мария будет видеть и слышать вас через камеру и микрофон. Это даст огромную возможность ощутить себя в одном классе вместе с Марии, так, как будто бы вы занимаетесь с ней в одном зеркальном классе. Вы будете повторять все упражнения вместе с ней, сможете задавать вопросы, так же, как будто вы действительно работаете офлайн. Судя по отзывам наших учеников, группу онлайн мы запустили всего лишь год назад. Пробные, то есть в предыдущем году мы их запустили, пробные группы. Судя по отзывам наших учеников, действительно, эффект маленьких групп от онлайн занятий, достигая того результата, ожидаемого результата, которого мы добиваемся. Итак, еще раз напомню, что вас ждет Zoom уже в это воскресенье. И сейчас я передам слово Наталье в плане организационных моментов. Наталья расскажет, какие у нас сейчас действуют акции, скидки и какая сейчас стоимость. Плюс, конечно, когда состоится пробное бесплатное занятие. А вас прошу написать вопросы в чат. Мы к ним перейдем после выступления Натальи. Поэтому либо на листик и чуть попозже сюда в чат, либо прямо сейчас. Вот тут уже, кстати, появились вопросы про рост, про возраст. Отлично. Поэтому Наталья выступит, и мы вернемся, обсудим все ваши вопросы. Я сначала, наверное, повторюсь, что наш курс состоит из двух блоков, которые включают в себя 24 часа и еще 24 часа. Первый блок, он базовый, направлен на основную подготовку, приобретение навыков по дефиле фотопозированию. И если вы решаете углубиться в эту сферу, совершенствоваться, то вы можете приобрести пакет еще 24 часа. Занятие проходит у нас по очень удобному графику. Один раз в неделю по одному часу. Это воскресенье в 14.00 по московскому времени. Как раз вижу, отвечая на вопрос Дарьи. А в 14.00 по московскому времени. Мы вам завтра в течение дня отправим ссылку с приглашением на пробное занятие. Будет проходить урок по позировкам. Далее мы спросим вас, вынимаем с вами на связь. Вы поделитесь вашими впечатлениями о правном занятии. И стоимость дальнейших занятий составит 1300 рублей в месяц. Также действует скидка 5%. Если вы оплачиваете сразу 3 месяца обучения, тогда сумма составит не 3900 рублей, а 3705 рублей. Если же вы приобретаете сразу пакет первой ступени обучения, так сказать, базового курса, то за 24 часа покупки наших занятий действует скидка 10%. В случае, если вы пропускаете занятия, вы нас, конечно, предупреждаете, чтобы педагог знал уже состав учеников. Сегодня на занятии пишите в группу. У нас есть чат на группе ВКонтакте, где также помимо учеников педагоги, менеджеры, мы там активно общаемся, спрашивают, какое домашнее задание и так далее. В этот чат мы отправляем ссылку на каждое занятие. И если вы занятие пропускаете какое-то, то вы его можете немного позже восполнить, восстановить. То есть у вас ничего не сгорает, не пропадает. За это не переживайте. Мы гарантируем точно, что вы получите не только знания, нужные для построения модельной карьеры, но и большое удовольствие от наших занятий. Итак, посмотрим вопросы. Самый стандартный вопрос – то, что невысокий рост, есть ли шанс и определенный возраст. Все очень индивидуально. Дело в том, что подобрать модельную работу можно для любых параметров. Например, это могут быть и «Сайз плюс», это могут быть очень худые девчонки или мальчишки, это могут быть подростки, это могут быть взрослые лица. Сейчас, например, на рынке всплеск взрослых лиц в связи с тем, что маркетологи всего мира решили, что именно портретом клиента является взрослая уже женщина от 35 лет. Это та, которая выглядит замечательно и имеет финансы для того, чтобы их потратить на дорогие коллекции, дорогие сумочки или косметику. И клиенты хотят видеть себе таких же подобных в рекламе, поэтому мы стали запускать даже группы от 35 лет и старше. Два раза в год такие возрастные категории мы обязательно запускаем для того, чтобы пополнить свою базу и обеспечить российский рынок взрослыми красивыми лицами. Что касается возраста 22 года, великолепно. Рост 160 сантиметров тоже – это совершенно нормальный модельный рост. С ним можно попробовать себя и в международном моделинге, и даже работая в России. Конечно, идеальный рост – это 170, 171 и 176, 178. Вот эти промежуточки для девочек, они более стандартны. Но если рост ниже, есть некие моменты, где вы можете набрать плюсы, сделать себе больше фотографий, модельных тестов, научиться лучше позировать и так далее. Нам, кстати, бывает даже легче работать с девчонками, у которых чуть-чуть где-то не дотягивают модельные данные. Они больше работают над собой. Если девочка идеальна, особенно если ведет себя как принцесса, что вот все, пожалуйста, я в короне, делайте все за меня, бегайте вокруг меня, а я буду на кастинге опаздывать, на работу не приходить, фотографии мне вообще не надо, у меня же фото в паспорте есть и так далее. Поэтому если у вас есть цель работать, то мы, конечно, все попробуем вместе с вами это реализовать. Так, еще вопросы? Как бы собывают для девочки 12 лет? Хороший, кстати, вопрос. Именно с 12 лет разрешается каблучок. Вполне возможно использовать каблук 4-6 см, если рост еще не достиг метра 70. Если метр 70 уже есть, то бывает так, что у нас и в 11 лет уже метр 70, и 10-летние у нас девчонки были, то в принципе от 6 до 8 см. И каблучок может быть квадратный, не обязательно шпилька. Кстати, девочки, если есть какие-то проблемы с позвоночником, особенная беда – это компрессионные переломы в прошлом, нам обязательно об этом сообщите. Мы тогда к вашему выбору каблучка отнесемся тщательнее. Мы его посмотрим со всех сторон и будем склонять вас уже к ортопедическому. Дело в том, что для занятий вы приобретете поудобный каблук и модельные туфельки на кастинг в дальнейшем, где необходимо будет на них постоять не более 20 минут, шпилечки можно будет использовать. Конечно, это в дальнейшем модельной работе или на съемке. Обязательно будем просить вас проконсультироваться с врачом для использования вот этой обуви. Главное – не навредить. Так, еще вопросы? Завтра в течение дня мы вышли вам приглашение на пробное бесплатное занятие, где вы уже можете попробовать свои силы, познакомиться с Марией на занятии по фотопозированию. Если вдруг при регистрации вы указали на тот номер телефона, то можете написать нам в WhatsApp сообщение, что мы были на собрании, ждем приглашения на урок. Номер телефона для нашего рабочего мы сейчас отправим вам в чат. Также на нашем сайте еще раз напомню, что внизу, в левом нижнем углу вы найдете значок WhatsApp. Нажав на него, вы попадете с нами в личную переписку. Можете высылать на фотографии обуви, задавать всевозможные вопросы. Мы обязательно поможем. Также завтра мы это видео подготовим и вышлем вам запись этого эфира. Вдруг что-то вы захотите переслушать заново, пересмотреть. И вышли рекомендации по работе с Zoom. Ссылка на наш сайт. Небольшая, очень хорошая статья о том, как работать с Zoom, если вы никогда с этим приложением не сталкивались. Какие-либо еще будут, если сложности, сразу же пишите. Наталья отвечает. Она на связи будет вместе с вами, поддержит вас. И вот как раз эти пробные занятия дадут нам возможность вообще почувствовать с вами этот онлайн-урок. Возможно, если у вас там первому занятию не получится подключиться по каким-то техническим причинам, обычно это причина Wi-Fi, то подключаем, у вас будет предоставлен еще один бесплатный урок уже через воскресенье. Итак, я смотрю, вопросы на этом у нас прекратились. Вроде бы мы ответили на все вопросы. Мы можем смело прощаться с вами. Ждите от нас дальнейшие инструкции. И мы очень будем счастливы начать с вами работать. До встречи на занятии.